Знаменитая битва на Курской дуге, включавшая в себя важнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны, окончилась крахом немецкой военной операции «Цитадель» и окончательной потерей захватчикам стратегической инициативы. Именно этому поворотному моменту в историю нашей страны посвящена новая экспозиция, открывшаяся в Видновском сквере «Юность». Мы рассказываем здесь историю самой Курской битвы, показываем фотографии наших земляков, принимавших участие. И самое интересное, что здесь можно познакомиться с воспоминаниями наших земляков, принимавших участие в Курской битве. На четырех стендах представлено 49 фотографий и выдержки из воспоминаний героев Курской битвы, наших земляков. Многих из них вы, наверное, знали лично, потому что я-то застал кружечками герой Советского Союза. Фокин, улица Фокина у нас есть. Вот портрет Крыкова Алексея Никитича держит, а я к нему часто захаживал. Командир медчасти, видновчанин Алексей Крыков, в ходе Курской битвы получил тяжелейшие ранения. Осколки снаряда попали в голову, трахею и грудь. С осколком под сердцем он дожил до 99 лет. Аперировать было нельзя, рассказали его внучка и правнучка, присутствующие на мероприятии. Он на своих плечах очень много вынес в поле боя. Вот в Сталинграде я точно знаю, потому что интересовалась историей. И он получил там орден Красной Звезды за то, что он сохранил роту. Он 23 человека вытащил на себе. Еще один наш земляк, гвардии старший лейтенант Григорий Семенов, прошел всю войну от Москвы до Берлина на танке Т-34. Участвовал в освобождении Харькова, Сум, Старого и Нового Осколов. Когда он ранен, мама посещала его в госпитале, который папу лечил. А Бурденко, он был сильно ранен и контужен. Он прошел всю войну, закончил войну, комиссовался в Берлине. И ему дали направление на наш московский коксогазовый завод. Каждая фотография на выставке, каждый портрет и воспоминание – это история личного подвига, преодоления и победы. Прикоснуться к ожившей истории и познакомиться с экспозицией можно до середины июня. Спешите видеть.